Привет всем! Если вы заметили, я даю отдых вашей психике и иногда разбавляю свои обзоры какими-то спецвыпусками. Ну вот, например, было два, посвященных прекрасному французу Яну, который отслужил в морском батальоне, точнее в десантном батальоне морской пехоты. Но, конечно же, после прошлого обзора про английских фанатов в ГУЛАГе, куда отвозят с Казанского вокзала, нужно сделать паузу, нужно дать вам отдохнуть. И, в общем-то, давно хотел сделать этот выпуск. В последнее время мои коллеги стали захаживать, ну, сначала на лекции, потом на экскурсии, причем как в Петербурге, так и в Москве. Оно и не мудрено, нам всем хочется переключиться, нам всем хочется посмотреть на то, как делают что-то другие, может быть, принять какой-то опыт, даже новую информацию почерпнуть. Я вот с удовольствием смотрю иногда в сети, если есть там экскурсии каких-нибудь московских гидов. К сожалению, пока вот только один мне там приглянулся, все остальное, это, конечно, ну, мягко говоря, не жиплинтусы, но каждому свое. И в этой связи я решил взять четырех прекрасных ГИДЭС и задать им ряд, в общем-то, несложных вопросов. И получился такой вот прямо всеоблиемлющий как бы выпуск, потому что там, например, будет мнение про американских и английских туристов. Вот одному человеку нравится водить английских, но не нравится американских. Другому, наоборот, нравится водить американских, но не нравится английских. Будет человек, который водит наших туристов, но при этом есть те, кто приезжают из-за рубежа, те, кто когда-то эмигрировали. Ну и тоже прекрасная коллега, которая водит индивидуалов. Но почему, собственно, это интро? Дело в том, что они-то, все, что они говорят, они находятся в определенном контексте, и для них это все понятно. Но я знаю по опыту, что большинству простых граждан это не совсем понятно, поэтому нужно дать пару пояснений. Начнем с того, что Петербург это, ясен пение, туристическая мека. Россия, в принципе, Москва тоже, но есть ряд отличий, и прежде всего инфраструктурных. Конечно, в Москву можно попасть водным путем, по реченьке, на теплоходике, но это вам не вот эти вот огромные комфортабельные сараи, которые приплывают к нам в морской порт, и которые совершают в Иежи, либо вообще вокруг Европы, либо вот в северной части, называемой Балтикой. И с них сходят люди, средний возраст которых варьируется там где-то от 60 до 70 лет. То есть вы можете себе представить, какое представление вообще о стране они несут. То есть это то поколение, которое напрочь вообще было промыто, их мозги были напрочь промыты вот этой пропагандой холодной войны, то есть все, что вот мы любим, да, советские солдаты, убивающие американских школьников, Патрик Суэйзи в роли партизанов, советские пилотки, которые мочат, значит, этих поганых рашинс, ну и вот эти все сериалы, да, там Ласт Шип и Имеем Легион, все это вы видели на моем канале. У гидов эти посудины называются плавучие дома престарелых, именно по этой причине. И это носит определенные, то есть это накладывает определенный отпечаток на профессию. Плюс, если вы думаете, что это вот такая прям романтика, ну это, конечно, романтика отчасти, но, как правило, тебе надо являться туда ни свет, ни заря, там в 7-8 часов уже начало тура, то есть ты там должен быть, ну если не в 6, то как менее в полседьмого, ты должен быть одет определенным образом, ну то есть вот так вот совершенно категорически запрещено являться, да, то есть обязательно там брюки какие-нибудь, в идеале белый верх, черный низ, там, условно говоря, ну и понятно, что есть, есть возможно отступление от правил, но тем не менее. И я вот, например, в свое время выяснил, что фактически вот эта профессия гида, она, конечно, прекрасна, но она мало чем отличается от официанта, только, ну, более интеллектуально нагруженная, потому что ты живешь вообще в основном за счет чаевых. Американские туристы могут очень щедро наградить тебя чаевыми. Я помню, когда у меня были индивидуальные туры для айтишников из США, то, ну, у меня, в принципе, одна из самых высоких ставок за индивидуальные экскурсии и в Питере, и в Москве, и когда, собственно, они мне отдали вот все по такси, а сверху они положили еще ровно половину от этой такси, я думал, что они ошиблись. Нет, они не ошиблись, они были просто в таком свинячем восторге, вот эта классическая американская, что я тоже в какой-то момент прямо их очень-очень сильно полюбил. Но в головах, конечно, абсолютно nothing. И это касается не только России, они в принципе ничего не знают вообще о мире. Я уже миллион раз объяснял, что американцы это одна из самых самодостаточных наций на планете Земля, и, собственно, мои опросы, которые я делал неоднократно и в Вашингтоне, и в Бостоне, и в Нью-Йорке, это наглядно демонстрируют. И я уже рассказывал в одном из своих выпусков, когда, будучи в городе Майами, мы снимали там комнату в доме, и хозяин, ну, достаточно молодой парень, ну, молодой относительно вот этих вот 60-70 лет, да, то есть ему там где-то еще 30 точно не было, на стене висели фотографии, значит, его в этой вот квадратной хреновине, то есть человек с высшим образованием, это тоже о многом говорит в Америке, и он, узнав, что у меня есть свой канал на Ютьюбе, вообще просто на голубом глазу спрашивает, ара, то есть я нашел первый выпуск, там, где даже был не выпуск, там был мой старый музыкальный клип, он говорит, а разве в России не запрещено снимать музыкальные видео и выкладывать это в интернет? Этот человек спрашивает на полном серьезе, то есть он не реднек, да, то есть он как бы с определенным бэкграундом, подруга у него, извините, из города Нью-Йорк приехала к нему жить, то есть и вот абсолютно вообще, ну, не задумываясь, не смущаясь, он задает такой вопрос, потому что для него это нормально, вот он с этим живет, и с этим живут, собственно, все американцы, и, соответственно, именно с этим сталкиваются гиды, которых принято называть иностранцы, да, потому что гиды есть разные, есть гиды, русскоговорящие и работающие с русскоговорящей аудиторией, есть всякие гиды, которые устраивают авторские туры различные, ну, как я, например, да, есть научные сотрудники музеев, это вообще отдельная как бы песня, я, наверное, один из немногих, если не единственный, кто с ними, собственно, был знаком с двух сторон, как человек, получавший когда-то лицензию во всех этих музеях, которые мне потом никогда не пригождались, поскольку я не вожу вот эти толпы, а во-вторых, ну, как главный редактор журнала «Столица и усадьба», и получавшие тексты от них, и всегда задающие себя вопрос вообще для кого они написаны и на что они рассчитаны. Таким образом, если вот это все держать в голове, то все вот эти интервью, они станут вам несколько более понятными. Ну, там, как обычно, очень профессиональная съемка, вы понимаете, да, то есть кое-где там вторая камера в кадре торчит, звук там у Саши, например, задувается, потому что в ресторане просто потерся, мы встретились отдельно, но ничего страшного на самом деле, ведь важно то, что они говорят, а не то, прям в каком антураже это происходит. И еще я бы хотел подчеркнуть два момента, это уже чисто лично мои наблюдения. Значит, во-первых, в основном, конечно же, работают женщины. Почему? По очень простой причине. Дело в том, что женщины, они, а, более стрессоустойчивые, более ответственные и, ну, я не знаю, более спокойные, да, в определенных ситуациях. Тут, конечно, обиженные жизнью самцы мне возразят и начнут закидывать помидорами, но вот я, сколько работаю на руководящей позиции, я всегда предпочитаю нанимать именно представительниц слабого пола, потому что мне с ними комфортнее. Я знаю, что вот она все точно сделает. Ну, то есть есть мнение, что женщина это, ой, все, но на самом деле я у мужиков это встречал гораздо чаще и больше. Понятно, что если мы будем говорить, там, не знаю, про армию или таскание бревен, то тут, ну, конкуренция не выдерживается, да, со стороны прекрасных барышей. Но вот во всем, что связано с умственным трудом, а самое главное, с общением, в общении с конечным клиентом, как, наверное, туристом, тут, конечно, тут бабы рулят. И это факт, потому что, ну, вы услышите, что там происходит, это нужно иметь абсолютное воловье терпения и обладать просто высшей степенью иронии и самоиронии, что, в свою очередь, является показателем вообще, так сказать, наличия серого вещества, потому что если человек умеет сменяться над собой, значит, у него с мозгами все в порядке. И второй момент, который я тоже для себя подметил, ну, то есть это, опять-таки, in general, да, то есть это не касается всех, но большинства гиды, гидесы в данном случае, меня, может быть, кто-то заклюет, конечно, опять-таки, за это слово, да мне плевать, да, у меня гидесы, фотографини, я очень люблю, как бы, такой вот арго новояз. Так вот, они, несмотря на то, что они все образованы, они все достаточно космополитичны, они все побывали в разных странах и они там чувствуют себя комфортно, потому что они все владеют, ну, как минимум одним иностранным языком, а некоторые двумя и даже тремя. И, казалось бы, они должны быть такими, вы знаете, вот-вот, раша-говняша, тра-ля-ля, нет, на самом деле большинство из них очень патриотично настроены, причем вот именно, именно правильно, патриотично, вот без этого ура, да, патриотизма, которые там вперед с шашками на голову пошли там крушить, нет, просто они стараются все-таки, как бы, подчеркивают достоинства нашей страны, презентовать эти достоинства для туристов, хотя они сами это видят, да, ибо это все услышите. Ну и, в общем-то, не скрывать хотя бы для себя недостатков, это вот тот самый здравый патриотизм, который лично я проповедую и который, когда я встречаю, мне это крайне приятно. Соответственно, это вот такое небольшое вступление, ну и в конце я по традиции объявлю, что вас ждет, а ждут вас, кстати, премьеры. На самом деле будет премьерная экскурсия и в Москве, и будет премьерная экскурсия в Петербурге, но об этом в конце выпуска я там все это скажу. А начнем мы с интервью с Катенькой, да, нашей божественной Екатериной Вячеславовной Масленниковой, у которой и я учился на курсах гидов-переводчиков, и кто у нее только не учился, это наша мазер просто верх артистичности и верх, как бы, уже такого умудренного опытом отношения к тому, чем она занимается. Слушать ее с сущим удовольствием, кому-то, может быть, сначала ее манера покажется несколько странной, но когда вы, в общем-то, включитесь в процесс, вы просто полюбите ее всеми швабрами своей души. Как зовут? Меня? Да. Екатерина. Как обычно, я говорю к моим туристам, что мой имя очень легко вспомнить в этом стране, и особенно в этом городе. My name is... Пауза. Кэтрин. Это очень помогает в работе, потому что это имя действительно запоминают реально. Очень легко и удобно. И обычно через час где-то после начала экскурсии я награждаюсь титулами The Great. На что идет шутка номер два. Dear guests, we already have in our history Catherine the Great. That's why maybe the greatest. Ну, как-то так. Шутка номер два. Есть еще там три, пять и так далее. Вот. И... Да. Значит, занимаюсь этим давно. Я ж уронила штуку. Потому что даже если ты вспомнишь, когда ты училась, это уже прям страшно. Ну вот. А как раз я начала говорить, когда начинают спрашивать. Раньше говорили там, ну как-то... Я говорю, да, замуж. Дети есть, есть сын, да. Сколько ему лет? Ну, говоришь, сколько лет. Ну, взросленький, но ничего так. А теперь, когда меня спрашивают, сколько лет твоему сыну, я так... He's adult. Я говорю так. Ну, совсем adult. Вот, потому что мне страшно произнести эту цифру, потому что я понимаю, что у них в глазах сразу начинается... Калькуляция. Калькуляция. К минимуму, плюс 17, да. У них начинается калькуляция, но 17-то уж прям как-то совсем неприлично-то. К минимуму, там, ну да. Вот, поэтому... Вот. И они, конечно... Ну, уже такое однажды было, да, когда ему даже было не столько, сколько сейчас, а гораздо меньше. У них прям было... Я прямо как сейчас помню, ты был на Спасе. Они вот так стояли. Я чувствую, они считают, 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 то говорят... No. Я говорю, ну... Ну, да. Они... Тогда уже вот пошел этот вопрос. Аль тебе-то сколько лет? Говорю, ну... Как-то так, вот столько. Они сказали... А что это вы... Да, ну, в общем, короче, давно. За что мы любим? За что мы любим? Американский, вообще, афилийский ходу туристов. Ну, в общем, мы туристов не очень любим. Нет, я люблю. Да, 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 да. Вот это вот я как раз хотела сказать, что это свойственно начинающим гидам. Молодежь. Когда в прошлом году Александра увидела мою студентку, как бы, этого выпуска, как бы, года, да, она предыдущего. Нет, я считаю... Она увидела, подожди, она увидела эту студентку и сказала, фу, какой кошмар, потому что студентка, она такая, боже мой, туристы, боже мой, мы были... Да, и когда, ладно бы я, понимаешь, но когда Саша сказала, фу, как она себя ведет, и тут все окружающие просто посмотрели на Сашу и сказали, Саша, так ты себя ровно так же вела в прошлом году. Вот, поэтому нам уже не свойственно любить туристов, но, тем не менее, конечно, мы... Да, ну, что делать, это же правда, да? Но это же из серии... Наш любимый вопрос какой, девочки? Do you do it every day? С ужасом спрашивают, а не в Эрмитаже. Ну, а что ты им отвечаешь? Да. Вот. Да. Так что, ну, за что я реально вот люблю американских туристов, это за их непосредственность, да? То есть вот это детство человечества, оно, конечно, просто прекрасно. Вот буквально сегодня, да, вот этот чудесный вопрос, при том, что ты уже 150 тысяч раз произнес, зимний дворец, резиденция, революция, послереволюции, музей, то есть, ну, вот все ты это уже произнес. Но поскольку мы сегодня ездили много раз мимо зимнего дворца, как вы понимаете, да? С разных уголок, и вот этот прекрасный вопрос сзади, а сейчас-то кто-нибудь живет в зимнем дворце? Да, то есть, ну, это вот наше любимое. А потом мы выехали на стрелку, а там колонны, а на них пламя. Я говорю, вау, смотрите, как круто, пламя. Вот никогда такого не увидите, только сегодня. Все объяснила, день рождения, ла-ла, ну, понятно, да? Выходим, организованно фотографирует пламя, и тетенька останавливается на ступеньках и спрашивает. This is for Olympic? Ну, как-то так, да. Вот, так что вот за это мы их и любим. Потом они нам дарят прекрасные фразы, которые мы теперь с коллегами набиваем на магниты и вешаем на холодильник. Наша любимая фраза. Эта фраза была произнесена американским туристом, 96 лет, как выяснилось впоследствии. Он шел, у него был тур «Эрмитаж» и «Импрессионисты». А, как известно, теперь надо перейти. А, то есть у него сначала был зимний, а потом главы? Да. Серьезно, 96 лет? И это был как раз вот такой день, то есть вот даже не в прошлом, а позапрошлом где-то году, когда вот реально были жаркие дни. Ну, а вы знаете, да, площадь – это сковорода, раскалённая. И вот ещё были такие дни, было такое кошмарное лето, когда всё время было влажно, душно, вообще невозможно было дышать. Ну вот. И вот они идут через площадь, уже приближаются почти к штабу, и тут дяденька подходит к гиду и так интимно ей говорит «I can not», вот так разделяя слово «I can not any more». И начинает падать. Вот. То есть вот эту фразу теперь знают все. И мы её распространили среди коллег. То есть это вот тоже, да, приобретение от американских туристов. Когда мы в конце сезона в Эрмитаже бредём по Растрелевской галереи, навстречу мне идёт Лёва Мурзенко, вот, он смотрит на меня, а я на него, я бросаюсь ему на грудь, он делает так, я бросаюсь ему на грудь, и мы одновременно… А у нас микрофоны, у того и у другого. И мы одновременно произносим это. «I can not any more». Вот. Другая прекрасная женщина, тоже американка, такая вот стопроцентная, такая вот прямо в Техас такой, или вот… Ну, такая вот прямо, да. Она была очень любознательная, она прибегала, она… Это как у нас растопа. Да, да, вот они прямо… Она очень всё хотела. Она хотела всё, всё, вот, а мы пойдём туда, да, пойдём, а сюда, да, да, всё, всё. Она честно всё выносила, но Эрмитаж, конечно… Да, добивает любого. Да. Ну и после Эрмитажа мы ещё куда-то, да, долетим, да, это правда. И, когда мы вышли, то есть она уже вышла так, гораздо с градусом пониже своей любознательности. И мы поехали по городу, почему-то после Эрмитажа, я не помню ещё, ну, неважно. И мы приехали к Спасу. Она очень хотела «Спас, Спас, Спас, прям Спас». И мы доезжаем до Спаса, я даю много времени, говорю, ну, вот, наконец, Спас. Все они спрашивали, я говорю, вот, давайте там 20 минут идите гулять и так. А тётенька остаётся в автобусе. Утягивает лапки и так, извиняющийся, очень, так вот, абсолютно по-детски, непосредственно. «Хёми тыч, дидми?» Ну, пупсик, понимаете? «Ну, дидми, хёми тыч». Теперь у нас это всё висит на холодильнике, потому что такие фразы... Вот, то есть, вот эта вот непосредственность их, абсолютная неосведомлённость ни о чём. Я вот прям обожаю это. Ну, вообще ничего не знаем, ну, совсем ничего. Ну, вот, ни капельки. Вот. И ещё, конечно, вот это вот, когда они начинают пытаться обсуждать политические проблемы, ну, и как-то заходят же, ну, нет, это... нет. Это вообще по миру? Да, вообще общую глобальную ситуацию, и свою в том числе, да? Вот я вот это просто уже потом ради интереса спрашивала у всех. Когда ещё был Обама, они все, вот, Обама, фу, какой кошмар. И я говорила, но вы же его выбирали. На что они, я ещё не договаривала эту фразу, они говорят, мы его не выбирали. И вот это происходило везде. То есть, вот кого не спросишь, мы его не выбирали. У меня всё время была вопроса, кто его выбирал? Ну, последний... да, типа того. Последней каплей для меня было то, что когда приехала моя подруга, ну, в смысле, она русская, вышла очень давно, в 90-й год за американцев, живёт там, и она приехала, и когда мы с ней вот так вот за рюмкой чая сидели, я говорю, ну, так... ну, вы же и тут на меня ровно то же самое по-русски пронеслось. Мы его не выбирали. Я говорю, Наташа, кто его выбирал, да? То есть, вот, как бы, два раза при чём, да? Так что вот это вот их такая, да, прелестная, прелестная непосредственность. Ну, и потом, если они хорошие, я имею в виду, что, ну... Такие американцы-американцы, да? Они всё-таки очень платёжеспособные, да? Они наши кормильцы, поэтому мы их, в общем и целом, нежно любим. Ну, конечно, их вот это вот бескультурия, оно иногда, конечно, очень сильно раздражает. Давайте же перейдём к тому, что вас раздражает. Бескультурия бытовой или бескультурия... Нет, общее, да, вот это общее, низкое... То есть, они бывают ведь очень крутые специалисты, да? Такие вот прям один там какой-нибудь говорит... Ну, он к нам же, да, в основном пенсионеры, но они начинают говорить, а я там был каким-нибудь там генералом Пентагона, да? А я там работал на атомной станции, а я... Ну, то есть, такие крутые старики, но они точно так же ничего не знают. То есть, они в своей области крутыши. То есть, вот это я хорошо помню, был у меня индивидуальный как раз турист. Он какой-то прям айтишник, там, пере-айтишник. Просто его тут пригласили, над ним там танцы с бубнами. Просто такой вообще супер-пупер. У него такая милейшая была жена. И мы с ними пошли в Эрмитаж. И она так всё время говорит, ну, ты на него не обращай внимать. Ну, он такой. Он вот такой. То есть, он крутой-прикрутой, но он вошёл в Эрмитаж. Ой, а чё это? Чё это такое? Ой, как интересно. Вот. Ну, сначала он так немножко скучал, но я всё-таки стараюсь же, да, как-то разнообразить нашу жизнь в Эрмитаже. И когда я ему рассказала про Рембрандта, он очень впечатлился, очень впечатлился. И потом, когда мы выходили уже из Эрмитажа, он сказал, как там, как ты сказала, вот этот вот гай, такой кул гай. Вот помнишь, ты нам рассказывала, такой на коленях стоит, написал такой какой-то кул гай. Я говорю, Рембрандт. Да-да-да-да-да-да. Я погуглю. Чё-то такое хорошее вот такое. Это вот это так трогательно. Очень трогательно. Но иногда вот реально раздражает, да. И вот эти вопросы про Олимпик Гейм. Да, ну. Вот. То есть, вот это раздражает. Ну, и, конечно, да, вот это их реальное, когда у меня сидели люди, так вот грустно, около Спаса опять. Я говорю, что вы как-то грустите, всё ли у вас хорошо? Все пошли гулять, а они сидят в автобусе. Они сказали, да, всё хорошо. Я говорю, вам что-то не нравится. Они так вздохнули, но тётенька всё-таки не выдержала. Она говорит, ну, вот всё-таки у меня вот такие впечатления какие-то странные. Я говорю, ну, а что такое? Ну, у вас люди так, ну, с недовольным видом, у вас люди так хорошо одеты. Я говорю, ну, да. И машины дорогие есть. Да, я говорю, ну, а я как бы с шуткой говорю, а вы что хотели? Что увидеть, что у нас тут по улице медведи ходят? Ха-ха-ха. А что тётенька так совершенно на меня глючит? Ну, да. Ну, да. А когда мы пришли на рынок, это вообще был скандал. Что, а куда это вы нас привели? Это какое-то специальное место. Люди голодают? Да. Я говорю, ну, в каком смысле, ну, рынок, вот здесь. Это ещё не самое такое, ну, как бы, ну, другого в центре нет. Мы смотрели по телевизору, у вас тут очереди, люди голодают. Да, 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 вот это вот всё. И переубедить их, что это вот не так, как бы, иногда бывает очень сложно. То есть если у них вбито вот в башку вот это вот, то есть у них, вот, меня поражает, что у них обработка вот такая ментальная всякими масс-медиа, она гораздо круче, чем у нас. То есть мы привыкли видеть во всём, да, то есть между строк читать, там, ах, вот он так посмотрел, значит, это не то, что он сказал, а вот, да, а они, вот, нет, они же вот что им сказали, то так и будет. Поэтому, ну, опять же, это можно повернуть себе во благо, потому что ты понимаешь, что то, что ты им скажешь, вот, ровно то они и сделают, да. Если я сказала, переложить всем бумажники из заднего кармана и смотрю строго, перекладываю, да, то есть, да, да, то есть вот просто строго так, да, и вот, как бы, она нам так сказала, ну, она нам так сказала. Построились колонны подруги. Вот, да, поэтому вот работать, я знаю, что многие мои коллеги любят работать с индивидуалами, да, я с индивидуалами терпеть не могу работать, да, мне легче, вот, построил всех колонну, да, по одному и пошёл, вот, но это так вот проходит с американцами, да, потому что с англичанами так, конечно, не проходит. А как с англичанами было? Ну, я не согласна, например, с Сашей, что уж совсем всё плохо, с ними зато интересно, вот, вот с ними интересно, потому что с ними вот эти вот шутки номер пять не проходят, да, вот, но с ним проходят другие шутки. Едешь, например, мимо сфинксов и говоришь, а вот сфинксы, ну, они так скучающе смотрят, что их удивишь сфинксами, что ли, англичан, а ты так говоришь, ну, мы этих сфинксов не вывезли из Египта, а мы их купили на выставке. Ну, если совсем тебе они не нравятся, можешь сказать, мы их не украли, а мы их купили за деньги на выставке, да, они так, да, и сразу затыкаются. Вот, то есть, они, да, они, конечно, вот пытаются... Самигранцами, мокрой тряпкой по лесу. Ну, да, мокрой тряпкой, ну, ты, то есть, с ними, как бы, такие другого рода шутки начинаешь шутить, да, и они вот, или там, например, ну, сейчас-то это вообще прям, я прям эту фразу специально запоминала, highly likely, да, вот это вот, и как только чё, highly likely, знаешь, это ж прям вот наше всё, вот. Но зато с ними можно говорить по-английски, да, то есть, вот как бы, иногда просится, когда у меня, ну, у меня сейчас нет английских кораблей, когда были, коллеги просились и говорили, ну, возьми меня, что ли, на английский корабль, хотя, ну, как бы, не любят с ними работать, хоть по-английски поговорить, да, то есть, ну, вот этот наш язык, да, вот это вот, thank you very much, indeed. Ну, это ж прямо, shall we, да. А, когда я сказала, где же мы были, ну, не помню, где там, лифты, короче. А, вы в Эрмитаже? Я говорю, они как говорят, лифт, да, а американцы elevator, да. Я, естественно, сказала elevator. Я говорю, а вот здесь вот elevator, и вы там. Ну, а что такое? We can not see any elevators here, we can see lift. Ну, лифт-то клифт, да. Вот. Ну, 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 то есть, они так, да, мы так, вот. Потом зато, когда с ними так вот ходишь, например, и все время подчеркиваешь, что, ну, да, там, британцы, вот как мы любим по-английски поговорить, там, ну, то есть, немножко их, да, вот, они такие уже гостые, корды, я помню, мы как-то ходили, ходили за группой. А потом мимо сына. Да, 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 да. Вот, а потом мы и шли, и шли, и шла перед нами группа этих самых, американцев, причем таких вот техасцев, да, которые ау-ау-ау, и ничего не поймешь. А вот, и мы так остановились, и у меня два таких дяденьки, английских-английских, ну, прямо вот вообще, британцы. И он так стоял, нервничал, вот стоит рядом, нервничает, нервничает, но я думаю, надо уводить. Вот, и я говорю, ну, давайте пойдем. И он тут не выдержал, так обернулся и сказал, speak English на этих вот, ну, дусенька, ну, дусенька, понимаете, ну, прям же вот, да, прелесть. Поэтому я, например, люблю, да, я люблю с ними, потому что они все-таки образованы, они знают историю, они очень уважительно относятся ко всему, что связано с войной. Вот это, за это я их вот прям люблю и обожаю, потому что они все про это знают, они очень уважительно к этому относятся, они никогда не будут со скучающим видом слушать про это, про все, и, ну, нет, вот в этом смысле, конечно, с англичанами. Но я еще хочу вот про историю расскажу одну, все. По поводу, это, конечно, история такая, вот из серии, вау-вау, ужас какой, или даже не знаешь, как к этому относиться. Короче говоря, поехала группа в Эрмитаж. Это про Руби? А? Про Руби? Не, не, про Руби, это недавняя история. Поехала группа в Эрмитаж и опаздывают, 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 а я как раз скоординировала. Звоню, говорю, где вы вообще, что происходит? У меня гид таким голосом странным говорит, приеду, расскажу. Я думаю, мало ли там что. Я говорю, все в порядке, там все живы. Все живы, все хорошо, ну, ладно. Приезжают, выясняется следующее. Значит, они вошли в Эрмитаж, проходили, стали выходить и вышли на набережную. Да, ну, как обычно, малоходная набережная. Сели в автобус, двоих нет. И она говорит, я их вот запомнила, ну, бывает такое, ну, запомнила. И вот, побежала их искать, бегала-бегала. И вдруг, говорит, вижу, со стороны площади выворачивают. Бегом бегут. И говорят, что да, да, извини, мы опоздали, но у нас было специальное дело. Короче, у них с собой был рюкзачок. Маленький. Который они пронесли с собой. Им сказали, только вы повесите его. Вот. И вот они, значит, с ним ходили с этим рюкзачком. А потом, значит, они куда-то исчезли. Выяснилось, что в рюкзачке была урна. С прахом. Урна с прахом. Их мамы. Свят. Свят, Свят, да. Где разве-то надо было? Хороший вопрос. Good question. У меня варианты сразу по голове. Ну, какие варианты, если мы в Эрмитаже? В садике Эрмитаже. Ну, вот. Я вопрос была. Ну, вот. Во дворе, в парадном. Во внутреннем парадном дворе. Не могу объяснить, какая связь. Значит, мама была... Тут все было мама. Мама была здесь незадолго до своей смерти. Очень впечатлилась. Ну, и вот завещала... Это американцы или англичане? Американцы. Завещала развеять прах. И вот, как-то так. Александра. Чем мы, Александр, занимаемся? Мы работаем гидом-переводчиком в большой компании туристической. И занимаемся тем, что несем доброе, разумное, вечное в головы наших прекрасных туристов, которые к нам приезжают. За что ты любишь американских туристов? Я вообще очень люблю американских туристов. На самом деле, работаю я с гостями из-за рубежа, да, в принципе, с 2003 года. То есть, ого-го уже страшно представить 15 лет. И видала я всяких туристов, но американских я люблю особенно. За что? Вот за их вот эту прекрасную непосредственность. За то, что люди приезжают, ну, вот действительно, как чистый лист, да? То есть, куда они приехали, зачем? Иногда они даже это как-то чуть-чуть не понимают. Вот, что же будут с ними делать? Один у меня прекрасный турист подошел ко мне на фотостопе и шепотом спросил. Александра, а вот что же мне делать, если вдруг кто-то сейчас поймет, что я американец? Говорю, собственно, ничего и не будет, не произойдет. На лице нарисовалось такое разочарование, ну, как же так? Ну, вот как-то так, да. То есть, и вот прекраснейшая их неосведомленность, но при этом у них есть такая черта, как безумная, очень искренняя отзывчивость. Вот прям это слово очень хорошо подходит для наших замечательных американских гостей. Отзывчивость. Едем, например, да, в Петергоф, рассказываешь зайчикам про блокаду. Могут сидеть и плакать, смотреть с открытым ртом, внимать, то есть, ну, вот, совершеннейший, ну, правда, чистый лист. И настолько они это все, ну, они хотят знать, они впитывают, они слушают, как ни странно, некоторые даже запоминают, да, то есть. Понятное дело, есть, конечно, любимый список у нас вопросов их, вот, обязательных, да, how much is the gasoline, и, там, почему же все-таки, как ты уже пять раз при этом об этом рассказал, почему же все-таки называется спас на крови, да, то есть, потому что там большевики расстреливали ваших людей, вот это тоже формулировка ваших людей, в вашей стране, такие вот были зверства. Говоришь им, нет, и шестой раз, вот, рассказываешь прекрасную историю про Александра Второго, вот. После чего, а-а-а-а, но в глазах не зажглось ничего, вот, так что, да, это очень располагается. За что еще можно любить американских туристов? За то, что они, наши зайчики, бабушки, дедушки любого возраста, они же кормят нас и поят, на самом деле, огромное им за это спасибо, в плане того, что, во-первых, они всегда очень благодарны в конце экскурсии, они выходят, они все, ну, просто у них же жизнь началась по-новому, да, то есть, то, что ты им сегодня вот донес про историю Романовых, про там что-то еще, у них как-то все, проснулся какой-то живой интерес, они благодарны очень всегда. Благодарность их проявляется, как в объятиях, поцелуях, номерах, телефонах, будете ли вы когда-нибудь в Техасе, вот, набирайте в Алабаме, вот, все эти штаты. И, конечно же, ну, что греха таить, да, ну, мы же работаем не только за их объятия, да, дают на чай. Американцы действительно всегда, практически, если это уж совсем не какой-то там, не знаю, экзальтированный персонаж, они всегда дают на чай. Зависит, конечно, от продолжительности того, сколько ты вносил в его голову, да, доброе, разумное, вечное, поскольку есть половинки туров, да, то есть это полдня, когда ты в 8 утра встречаешь их, а в 12 ты уже им говоришь «до свидания», а есть полный день, когда ты вот в 8 утра, как или в 7, как их встречаешь, расстаешься с ними только уже где-то в 6 часов вечера. Вот если это целый день, ты с ними еще и обедаешь, и там, все ли вам нравится, все и хорошо, у вас нет ли аллергейки, нет, ну, ну, все прекрасно, все сложилось. Вот, в таком случае, конечно, чаевые больше, порядка, ну, наверное, 10-15 долларов с человека, да, то есть если это нормальный, хороший, большой автобус, и там, кто 5, кто… А-а-а, любимейшее мое, это вот эти замечательные однодолларовые купюрочки, которые они просто, я не знаю, ну, я очень извиняюсь, достают, мне кажется, из своего underwear, да, из трусиков, вот они достают их так вот, прям это пряча, вот, и потом, просто с видом такой гордости, вот, да, вам. И ты просто говоришь, ну, спасибо, спасибо, мой хороший котик, спасибо тебе, обзолотил. Специально, ждал, ждал. Да, да, ждал, потом отворачивался, вот туда залезал, там, там, кармашек на пуговки, на застежечки, потому что, о, боже мой, в России карманники, как и везде, собственно. Ну, наши карманники, конечно, профессиональные, их, естественно, об этом предупреждают довольно-таки часто, ну, и вот поэтому вот это все находится у них там, то есть где-то от 1 доллара до 15, в зависимости от того, насколько человек проникся всем вот этим великолепием, которое ему открылось за время тура, вот. Что еще можно любить американских туристов? Это за огромнейшее количество историй, которые копятся, записываются педантичным человеком, да, мной, и потом передаются просто как, ну, я не знаю, бытовые анекдоты, да. Могу рассказать историю про замечательного дедушку, который до сих пор у меня, вот, он from Texas был, из Техаса, и вот прям все атрибуты были при нем, вот. Вот, я помню его до сих пор, его залихватский смех, его искрометное чувство юнора, его палочку, с которой, конечно же, он был. Вот, в общем, дедушка почему запомнился? Потому что он действительно отличился на программе, которая называлась «Вечерний Эрмитаж». Что это такое, да? Вечерний Эрмитаж – это когда Эрмитаж гостеприимно открывает свои двери, только исключительно, например, для гостей с одного круизного корабля. Это был вот такой как раз вечер, они должны были сначала наслаждаться концертом в Эрмитаже. После этого была, ну, практически, да, стандартная экскурсия в Эрмитаже, длевшаяся, ну, около часа. И то, что дедушка будет уже сюрпризами, да, вот, несет в себе сюрпризы, было понятно еще с того момента, как он медленно, наверное, стал выруливать из здания терминала, да. Почему медленно, наверное, потому что палка, шляпа, шорты, носочки в сандалике, все вот это. Жена такая же примерно с палочкой. И шел он со скоростью, я не могу даже ее определить, понимаешь, но вот если вот… Ну, очень медленно, вот, очень медленно он шел. Весь автобус ждет, дедушка пришел, там, сел отлично. И я поняла, что сюрпризы будут, поэтому в автобусе сказала, что «Дорогие мои, мы с вами такие сегодня, нам так сегодня повезло, мы, вот, Эрмитаж открывает двери только для нас, все замечательно, у нас будет такая прекрасная экскурсия, там, концерт, все замечательно просто, только для вас». Но, пожалуйста, будьте осторожны, смотрите под ноженьки, да, то есть «better be slower, but safer». То есть лучше быть медленнее, но безопаснее. Кивают, хорошо. Выходим мы из автобуса, и первое же, что делает этот замечательный человек из Техаса, он падает, к сожалению, да, то есть три шага буквально сделав, он падает, причем падает совершенно, как это сказать, живописно, вот прям. Палка летит в одну сторону, шляпа летит в другую сторону, дедушка падает на спину, начинает ручками, ножками пытаться себе помочь встать. Не получается. Подошел какой-то бравый молодец из группы, помог дедушке встать. Дедушка встал, но тут началась наша с ним история, поскольку у нас есть замечательнейшая процедура. Если что-то случается с нашим туристом во время тура, да, а вы гид, то вы несете ответственность за этого, за это. Чтобы впоследствии не было жалоб или еще что-то, процедура заключается в том, что необходимо предложить человеку, который упал или что-то с ним случилось, помощь, да, написать, подписать такой репорт. Если все замечательно, человек подписывает репорт, просто все продолжается, экскурсия продолжается. Если какие-то более серьезные случаи, да, то есть там уже все по ситуации смотрится. В общем, дедушка упал, поднялся, все. Естественно, я уже бегу к нему с заветной бумажечкой, говорю ему, дедушка, как же вы себя чувствуете? Не снимая улыбку, поскольку нельзя показать, что глаз поддергивается уже. Ну что он говорит? Я не знаю, я узнаю об этом только завтра, как я себя чувствую, когда проснусь. Потом говорит, если проснусь, ты ему говоришь, ну, хорошо, понятно, дедушка, но может быть у вас болит что-то? Что он мне отвечает? Всегда. Вы знаете, мне 83 года, говорит мой дедушка, у меня всегда что-то болит. Я не знаю, потому что я сейчас упал или я просто старый. Я говорю, оценила, естественно, его чувство юмора, подошла к нему с другой стороны и говорю, дедушка, бумажечка, подпишите мне, пожалуйста, что я вам предложила, спросила у вас, как вы себя чувствуете, предложила помощь, и что вам она вроде как не нужна. Ну что дедушка мне говорит? Я ничего вам не подпишу, янгледи. Я начинаю немножечко удивляться, говорю, ну почему же, ну почему же, ну что ж так хорошо начиналось. А он говорит, а я не хочу. Вот, вот, хорошо. В общем, продолжали мы эту историю, продолжали. Я все пыталась этой бумажкой до него добежать, он от меня бегал, как мог, да, со своей скоростью. Вот как мог, так убегал, убегал. Ну, в итоге подписали эту бумажку прекрасные свидетели, которые увидели эту всю нашу с ним историю. Но самое забавное было в конце, когда он должен был преодолеть такое препятствие под названием Иорданская лестница. Это огромная, да, бело-мраморная, чудеснейшая, большая лесенка. Это в Эрмитаже, да, ну понятно, да. И тебе понятно. А где-то мне понятно. Да, некоторые не понятно. В Эрмитаже, да. В общем, Иорданская лестница большая, можно сказать. За ним дедушка был замыкающий, да, то есть, понятно, со своей скоростью он шел последний. За ним все торжественно закрывали двери эрмитажные работники. И когда он увидел эту лестницу, он сделал так, то есть, крякнул немножко, потому что он тоже понял, что ему как-то сейчас нужно ее преодолевать. Преодолевал ее весьма эпичным образом. Он просто взял и лег на перила, вот, лег, обнял эти беломраморные перила из белого карарского мрамора. И сказал, ну, ничего при этом не говорил. Я сначала пыталась идти впереди немножко, чтобы в случае чего, ну, его попытаться подхватить, да, то есть, грудью его закрыть от падения. Но потом я посмотрела на его размер, да, Техас, шляпа, палка, Техас. И поняла, что если он все-таки действительно, не дай бог, будет падать на меня, то либо я буду блином, либо я просто как пробка полечу еще дальше, чем он. В итоге я эту затею оставила, думаю, ну, уж будь что будет. Вот, дедушка сползал по этой лестнице очень долго, то есть, обнял ее всем своим телом. Полюбил ее просто так, как никто и орданскую лестницу еще не любил, наверное, до этого, и вряд ли когда-нибудь полюбит. Когда он, наконец-таки, дополз до ее завершения, там уже был накрыт фуршет с шампанским, и все остальные гости прямо ходят, ой, ну, обычно ходящие, да, они уже там пили свое шампанское. Дедушка спустился, наконец-таки сполз. Все стали, конечно же, аплодировать ему, на что он снял шляпу, поклонился, да. Потом же он, опять-таки, тут, как ни странно, когда мы приехали в порт, он тоже умудрился вот эти манипуляции с трусиками произвести, и дал мне 500 рублей на чай. Сказал, это было прекрасно. Не знаю, что его действительно так впечатлило, концерт, лестница, репорт, что, падение. Ну, в общем, спасибо, он отблагодарил меня таким образом. На следующий день этот же корабль стоял еще в порту, то есть, это был длинный какой-то, скажем, заход. И я понимаю, что у меня опять будет вечерняя программа. Не Эрмитаж вечерний, ну, какая-то другая вечерняя программа. А, фольклор в доме офицеров. Дом офицеров. Что это такое? Это лестница, 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 площадочка. Лестница, лестница, лестница. То бишь, ну, я уже стояла около автобуса с айном, с ложочком, собирала билеты и думала, что если сейчас я увижу до слез знакомую шляпу, я сниму с тура. Потому что я не переживу второго такого дня. Вот, на что мне повезло. Он ко мне не пришел. Когда мы приехали в этот дом офицеров, я рассадила всех своих, ну, товарищей. То есть, ну, показала, да, куда можно садиться, где туалет. И вот это все организационные моменты. Все, все счастливы. Я говорю, ну, увидимся в Антракте. Начинаю выходить из концертного зала. И только я слышу просто из глубины, из глубины зала. Александра! Вы знаете, я не знаю, что у меня было на лице в этот момент. Я думаю, какая-то смесь паники, неверия, еще чего-то. Я поворачиваю голову. И, о, да, я вижу его сидящим в этом самом зале. И он машет у меня просто как родственницы. Вот он увидел меня счастлив, безумно. И говорит, Александра, вы видите, какой у вас сегодня удачный день? Я не в вашем автобусе. История эта просто запомнилась мне, наверное, до века. Поскольку настолько яркий вот американский турист. Вот с чувством юмора. Хоть 83 года, хоть упал, хоть репорт, не репорт. Но все равно оставил он очень милое какое-то впечатление после себя. Вот несмотря ни на что. И большинство американских туристов действительно такие. Ну как, ну правда, солдат ребенка не обидит. Да, вот как дети. Ну вот правда. У вас оказывается не холодно? Говорят они, приезжая сюда в августе. Белые ночи, вау! Вау! Это вот эти сиренки, это самое любимое, да? Когда они так впечатляются, что у них вот идет такой ответ на все. Потом что еще? Ну вот совершенно какие-то... Я даже не могу сформулировать, насколько вот это вот... Причем это так искренне все. Они подходят и с улыбкой, с позитив... Positive thinking тоже у них, да? Постоянно позитивное мышление. Вот за что еще их можно любить? Вот тоже за это в том числе. Люди вообще довольны жизнью. Вот несмотря на то, что вау, страшная Россия, но у них все хорошо. Улыбка на лице, они в принципе счастливы. За что их можно не любить? Честно говоря, я не знаю. Да, ну понятно то, что вот эта недообразованность, и их иногда в чем-то даже... Ну действительно совсем. Ну как так можно вообще спросить, почему Екатерина Вторая ушла от Петра Первого? Что же не сложилось-то у них? Вот их еще очень вот волнует бытовые такие наши моменты, да, на болевшем поговорить. Что же произошло-то у них? Я говорю, ну вы понимаете, мои хорошие, не уходила она от него, собственно. И к нему, и он тоже. Как? А я же книжку читал. Это же очень самая любимая, когда я читал книжку. Но говоришь ему, что любой их контакт невозможен физически, поскольку Петр Первый умер в 1725 году, поэтому... А Екатерина Вторая умерла в 1796. То есть между ними никак они друг с другом ничего не могли. Ну что, они говорят, ммм, ммм, не понравилось им. Не дам чьевых. Не дам чьевых. Все, доллар оставлю в тросиках. Ну как же так? Он же читал, да? А что же это я сейчас тут, эта блондинка, да, вываливаю на него совершенно новую информацию? Что оказывается? Екатерина Вторая, мало того, что с Петром Первым, так еще и... Можно ли говорить такое? И коней любила только как коней исключительно, да, как средство передвижения. Вот эти все их любимые. Ага, мы знаем. Лично видели, да, вот. И начинается тоже. Ну вот, и как правило, вот эти все моменты тоже присущи американским туристам. Но вот если их я нежно люблю, то я очень нежно не люблю британских туристов. За что, да? Продугадываю эти вопросы. За то, что они совершенно другие. И они, ну, люди, люди-одолжения всем. То есть то, что они приехали в вашу страну. Знаем мы, как у вас все устроено. Не надо нам тут рассказывать, что у вас тут аврора. Вы же ее потопили. Мы-то все знаем. Вот, значит, вот это вот, да, уже посыл с утра. На лицах просто скорбь, я не знаю. Мы сделали одолжение, что мы вышли с корабля и сели к вам в автобус. А теперь вот будьте добры нам за это. По гамбургскому счету все. И топливо, история, политика. Да? А потом вторая мировая. Да, вот все. И вот, как правило, самый такой человек любознательный, да, сидит прямо рядом, либо в непосредственной близости от тебя, когда ты пытаешься говорить им о том, что нельзя фотографировать там где-нибудь, там или можно фотографировать. Этот человек обязательно встрянет в этот самый важный момент и начнет рассказывать что-нибудь или спрашивать что-нибудь. Неважно, что 39 других человек, они как бы не озадачены тем же вопросом, что и он. Ему надо знать здесь и сейчас ответ на свой вопрос. Окей. Вот. Что еще в британских туристах не нравится? Вот действительно снобизм, да, говорят, у британцев есть. Да, есть. И причем они его с честью носят, да, этот свой снобизм. То есть то, что ты там где-то ходишь, бегаешь, объясняешь, куда идти, ну ладно, повернем направо. Ну да, с ними можно, действительно, если попадаются люди, которые не совсем тебя ненавидят уже хотя бы за то, что ты русский, и они вынуждены приехать в эту страну, то да, с ними действительно можно о чем-то порассуждать здраво, да, то есть вот без вот этого, а как же конь, Петр и Екатерина, они же все вместе жили дружно. Не так, вот. Так что вот за этой все-таки человеческий, да, фактор очень важен в нашей работе. И отдача тоже, опять-таки. Когда она есть, она приятна, а когда это вот, тогда неприятно. Вот. В общем, за такие моменты я не люблю британцев, но очень люблю американцев, потому что, ну вот. Приведите ребенка в кондитерскую. Ну вот, будет ли он раздражать? Ой, какая тут конфетка, ой, какая тут конфетка. Так и они. Ну приехали, вау, метро. То есть, ну, и все так искренне, что подкупает, подкупает меня. Я их называю зайчиками. Я зайчиков этих нежно люблю. Вот. И надеюсь, что буду их чаще видеть в своем автобусе, потому что даже, когда там, например, корабль какой-то, который приходит в наш порт, он какой-то международный, да, и ты понимаешь, что у тебя уже сидят в автобусе, да, там по билетам, по лицам, там два голландца, два каких-то китайца, два, не знаю, еще немца, два каких-нибудь товарища из Латинской Америки, которые говорят, ну, покажите нам кнопочку, чтобы на испанском слушать. Ты говоришь, нет, а так как кнопочки будете на английском слышать. А они говорят, как? Вы что, не говорите по-испански? Ну, у вас тур на английском. Они такие, да, он был дешевле. Вот он и будет на английском. Ну, что они говорят, ммм, да? И вот, когда вот это все уже заходит, это сборная солянка, и вдруг ты слышишь вот это... Вау-вау-вау-вау! Ты уже просто здравствуйте издалека уже, понимаешь? Вот они идут, о боги, американцы идут. И они там, там, хеллоу! Все, у них все уже замечательно. Уже весь автобус вот этот вот, который, да? А он уже подзаряжается, потому что они ходят такие, А, всем привет, ребята! Ну что, едем мы на экскурсию? И те такие, да вроде как. А ты при этом понимаешь, что они уже у тебя в автобусе ходишь и своим коллегам говоришь, а у меня два американца уже. Ну что, коллеги начинают, ммм. А у нас нету американцев, потому что все любят этих котиков. Я не знаю, кто им и за что их не любит. Вот правда. Ну за что их не любить? Спасибо. Вы очень, по-моему, развернутый, да? Ты, мне кажется, услышал даже больше, чем хотел. Так что... Меня зовут Марина. Всем очень приятно. Всех рада видеть. Ну, я не работаю, к сожалению, с иностранцами. Может, к счастью. Ну вот я вообще думала, да, когда сюда ехала, как же объяснить, почему я русскоговорящая гид, и почему стала получать русскую реценцию. Я сейчас вот послушала, да, как раз умных людей. Поняла, что я точно, как бы, интуиция меня вот тогда вот не подвела, потому что, я поняла, что моя психика вот как бы вряд ли бы выдержалась. Все-таки у меня несколько нервишки, видимо, более расшатанные, потому что вот насчет Олимпик или чего-то еще, это было бы... Но я уже все... Да, это было бы, наверное, тяжело, поэтому, имея русская лицензия, я веду экскурсии на русском языке, и в основном, конечно, это русскоговорящие, да, как бы наши русские туристы, но какой-то процент определенный есть, особенно в летнее время, когда вот у нас самый сезон в Питере, это люди как раз наши бывшие эмигранты, которые уехали за границу. Ну, среди моих, правда, американцы это редкость, у меня по большей части... Ну, самый большой, точнее, и русскоговорящие едут из всего мира вообще, то есть это не имеет значения, а там Гренландия до Австралии, везде русскоговорящие есть, но больше всего у меня клиентов таких приезжает из Израиля и из Германии. Из Германии это по большей части либо наши дамы, которые туда уехали и там вышли замуж, остались, либо это наши немцы, которые вот потомки тех, которых при Екатерине II как бы переселились, вот там еще там 200 лет, там 300 назад, и вот они, собственно говоря, вот с 90-х их потомки, высланные там в Киргизию, в Туркменистан, в Казахстан, они такие решили, что больше не могут переселяться по России и захотели домой на этническую, как бы, свою историческую родину. Вот это, наверное, самый большой процент. И, ну, из Израиля точно так же, да, как бы, собственно говоря, люди, потомки, да, как бы, наших местных русских евреев, уехавшие вот в Израиль. И что у меня, больше всего меня лично во всей этой ситуации радует, во-первых, это в основном, опять же, из этого процента иммигрантов, подавляющий процент, наверное, это люди, везущие сюда детей. То есть они приезжают с семьями, при том, что я работаю в основном индивидуально, то есть я работаю с русскими группами, иммигранты в основном приезжают, конечно, индивидуально. И, спасибо большое. И они хотят, во-первых, сами впечатлиться, да, потому что, как правило, кто-то из них когда-то в 60-е, в 70-е был в Ленинграде. И им, значит, хочется все, значит, как вот это вот оно, во-первых, как изменилось, их просто вспомнить, потому что Стрелка Васильевского острова с тех пор действительно, ну, видоизменилось мало, поэтому им, в принципе, приятно вспомнить какую-то родную картину. И им надо показать детям, чтобы дети впечатлились. И они, как бы, прямо говорят, что мы хотим, чтобы им понравилось так, чтобы они захотели приехать потом сюда еще раз. При том, что многие привозят, начинают детей возить с маленького возраста. Самые младшие, наверное, у меня были, девочка была с родителями, ей было, по-моему, лет 8. Что приятно, почти все у меня приезжающие дети говорят на русском, совершенно спокойно, при том, что почти все эти иммигранты, дети родились уже там. То есть они с европейскими паспортами, ну, там, не только с европейскими, естественно. И вот только что у меня, 3 дня назад, перед форумом, была семья из Эссена, из Германии, мужчина немец из Киргизии, а женщина немка из Узбекистана. Ну, они именно немцы, они светлые, оба голубоглазые, и вот они уехали в Германию, каждый по отдельности, то есть они познакомились уже там, при том, что они там познакомились, женщина там вышла замуж за такого уже русского немца, и у нее вот, они привозили ее двух мальчиков, 16 и 14 лет, и они вообще не... То есть до 3 лет, дети, до немецкого детского сада, она принципиально строила общение с детьми там, чтобы они на немецком доме, у них вообще не было немецкой речи. Зато сейчас дети учатся, ну, они заканчивают уже немецкую школу, и старший, по крайней мере, мальчик, и они между собой, мальчики, разговаривают на немецком, когда что-то, видимо, хотели обсудить. Со мной, с родителями, только на русском, мама на немецкую речи даже не реагирует, и при этом они говорят, ну, то есть родители говорят, вообще великолепно, то есть как мы, никакой разницы нету. А дети говорят, единственную какую ошибку я успела заметить в речи, это у них... Они иногда путают ударения местами, то есть все остальное падежи, и абсолютно прекрасная, причем такая хорошая русская речь, вот как бы без всякого какого-то сленга или арга, без ничего. Собственно говоря, то же самое по большей части у приезжающих из Израиля. Они точно так же стараются, чтобы дети говорили там на чистом русском языке, и интересуются этим в первую очередь, как бы, да, чтобы дети сохранили именно русскую культуру, и вот они как бы хотят, чтобы она у них потом продолжалась и оставалась вот как бы на будущее, потому что, я не знаю, будут ли они... Это не те люди, которые ведут с Россией бизнес, то есть у них все абсолютно полностью хорошо там за границей, но они именно вот контролируют, да, то есть самим, конечно, да, они, во-первых, гордятся, это очевидно, каждый раз, когда они сюда приезжают, и хотят, чтобы у детей это закрепилось как можно больше, поэтому они отдельно, то есть там они, потому что именно эмигрантов из Питера, ну, из Ленинграда у меня не было никого, то есть это все, как правило, из каких-то вот частей Советского Союза, и то есть они часто бывают, что какая-то поездка там раз в три года там на места жизни бабушки где-нибудь, там вот у меня мужчина был из Иерусалима, он сам из Луганска, да, то есть там мы там вот ему на рынке предложили, там, сынок, там, поешь луганских яблочек, он такая, бабуля милая, это как бы все, только не луганские яблоки, потому что, соответственно, их как бы до этого знаю лучше всего. Вот, и они очень так трепетно хотят, чтобы дети сохранили эту культуру. Я не знаю, зачем им нужно ее культуру потом использовать, но вот они следят за этим, и вот это меня лично очень радует. А с чем приходится сталкиваться в негативном отношении? Или с тобой есть? У меня именно с эмигрантами, когда эта семья, вот именно как по большей части, да, это именно бывшие выходцы и тот, и другой, когда и муж, и супруга, то вообще у меня лично за все вот время опыта, сколько я работаю, вот именно в таком формате, наверное, лет шесть уже, у меня не было реально вот практически ничего, к чему могла бы я как бы да придраться, даже если бы хотела, но проблемы возникают именно с семьями, когда муж иностранец, а дама, как бы переехавшая из Советского Союза. Но это опять же негативно, вот больше вот часть, да, вот когда ходишь, объясняешь, да, вот что-то рассказываешь, и вот тоже человек нам все там рассказал, там, ну, и поскольку русскоговорящим им не от Петра I хочется, да, вот им говорят, а что это он тут на берегу пустынных вод, да ему, да нет, там какие пустынные воды, там 88 деревень, там, да, там 12 век, ну, там господин государь Великий Новгород, ну, и дальше там по тексту. И вот он вроде там супруга, ему там все переводят, он все понял, какой-то образованный немецкий инженер, вполне такой как бы очень умный и, в принципе, разносторонний, развитый, с хорошим образованием, в общем, все кивает, в глазах вроде вижу, что вроде как, кажется, понял, и потом вдруг, то есть вот тоже на стрелке Васильевского острова, да, там, то есть история Петербурга, вот тут, собственно, окно в Европу, да, вот этот разлив реки Невы, он, значит, все там, да, жена в восторге, там, переспрашивает, такой энтузиазм, глаза горят, он, значит, слушает, кивает, да, там какие-то вопросы, то есть, ну, видно, что он слышит, да, о чем ему говорят, задает вопросы, там, Карл XII, да, там, Северная война, вроде все понял. И вот мы уже собираемся садиться в машину ехать, да, ну, там тоже расстраивание колонны, биржа, порт, все, вот, классика жанра. И он говорит, да, я, говорит, все помню, только один вопрос, скажите, а, так вот все-таки, говорит, а шведы-то когда этот город построили? Я так, как бы я говорю, они вообще его не строили? Да? Я говорю, ну, как бы, да, вот не было у них, у них там вот крепость была отсюда, там, видите, там труба вот на горизонте, вот за ней туда еще, там была, как бы, у них крепость, они вот там жили, а здесь города не было. Надо же, а я думала, что их построили что-то, я думала, что жена, я-то ладно, но вот жена, которая до этого ему все это переводила, частями, я думала, что она его прям там, на стрелке и закопает. Потому что, значит, меня в этом смысле было попроще. Ну, то есть, вот такие вещи, разве что негативные. И еще, что интересно, опять же, заметила на немецких мужьях, вот это немецкое, может, национальное, или, может, мне так везло, желание сэкономить в процессе, причем именно не туризма, а в процессе, у меня почему-то попадалось в процессе еды. Ну, ни для кого не секрет, многие гиды довозят, возить своих, как бы, до туристов в те рестораны, с которыми они сотрудничают, получают какой-то небольшой процент, но это норма. По сути, мы работаем так со всеми ресторанами. То есть, мне сложно сказать, в какой ресторан, как бы, я, как бы, с которым не работаю, потому что, в общем-то, реально со всеми в городе, со всеми крупными сетками. Это официально, ну, как бы, ну, они с нами, сами, как бы, нас приглашают на это сотрудничество. И более того, это даже хорошо, потому что ты точно знаешь, что, как бы, тебя там привезет человек, он не отравится, и точно у тебя, как бы, ты его целого отвезешь в гостиницу, он там, ночью тебе не нужно будет вызывать ему споры, и все будет хорошо. И, то есть, получается, вокруг Эрмитажа, например, дворцовая там мойка, вообще нет, гидами ни одного необлюбованного места. Они вообще просто все, как бы, априори, мы с ними со всеми сотрудничаем. Получаем из этого денег совсем немного, в отличие от, как, ну, кто бы мог подумать. И вот эти вот несколько у меня попадалось немецких супругов, которые, очевидно, что с финансами у них все замечательно, потому что там они даже не было и мысли поторговаться по поводу стоимости там взауслуги или еще что-то. Покупали сувенир, там, приходишь, матрешек на 500 евро, то есть вообще без вопросов. Но при этом насчет еды, я вижу, что приходим куда-то там, да, неважно, в районе, да, здесь Эрмитажа, вот сели, поели, они посчитали, да, значит, все. И он так, значит, смотрит в сторону на ценник, я вижу счет, ну, в общем, молчит, держит лицо, ну, такой, как бы, вот, ну, так, глаз так слегка подергивается. Я думаю, в чем дело, господи? И, ну, спросить как-то неудобно, просто я говорю, все хорошо. Он говорит, да, да, все хорошо так. Я говорю, в счет. Я так уже... Я потом спросила у супруги, что в чем дело. Женщина очень контактная была. Она говорит, что непереживательно просто подумал, что, ну, просто, типа, такая черта характера, не принимайте на свой счет. Но он подумал сначала, что может быть счет больше, чем он запомнил в меню. И если, ну, хотя там счет, естественно, был такой же, как в меню, что это, может быть, ваш процент туда прибавили. Я думаю, какая прелесть. Как бы, не переживайте, ничего не прибавили. И, как бы, ну, говорю, все, как в меню. Хотите, они принесут, как бы он там с калькулятором. Но это вот я не сообразила попросить. Ну, потом ему жена объяснила, что ничего этого не было. Он вроде успокоился. Притом, что в следующих там еще были другие там обеды. Следующий день через день он уже ничего этого не проверял. Ну, может, сразу меню запоминал, просто сразу на глаз все. Там бог считал в уме заранее, как вариант, видимо, тот человек мог, судя по его реакции. Вот, это, наверное, тоже. Но мне это не то, что меня это не оскорбило, потому что я понимаю, что у всех разный менталитет, я спокойно к этому отнеслась. Больше вот таких прям реально негативных моментов вспомнить не могу. Скорее, с нашими русскими у меня бывает иногда вот негативных моментов больше. Какие, например? Ну, поскольку я работаю, опять же, у меня 20% групповой работы и 80% индивидуальной. А для русского человека с нашим еще бывшим советским менталитетом молодежь, которая нанимает индивидуальных гидов, как бы их пока еще мало. В основном это люди, ну, индивидуальные услуги априори дороже, чем групповые, это понятно. И поэтому люди, у которых есть деньги нанять индивидуального гида русского, у них всегда как бы, ну, понятно, что это люди постарше, потому что у них больше финансовых возможностей. И такие люди вот, они, то есть сначала они тебе пишут, теперь они спрашивают, на какой машине вы нас будете возить, и какой там план, или вообще, да, мне все равно, там, ну, там, вы составьте сами. Я говорю, ну, вы скажите, главное, вы хотите больше сидеть, ходить там, или стоять, смотреть? Я-то как бы, ну, мне все равно, я организую то, и другое, и третье, и все проведу. И они там, ну, там, как бы, да. И вот, когда они приезжают, и приходится иногда в разговоре, потому что сначала это первые, там, часа полтора, вот, как раз такие вот понты, вот такое, как бы сказать, такое слегка такое утомленное, вот, солнце в лицо, то есть я вот, да, вот это наше, да. И, ну, в моем случае мне просто начинается, как бы, в связи с тем, что это не первая моя работа, да, по первой профессии я юрист, у меня достаточно приличный опыт работы в той профессии, мне приходится, как бы, ну, какими-то там известными фактами с той работой, особенно потому, что у нас, как ни странно, индивидуальным туризмом любят заниматься, нанимают меня, во всяком случае, приглашают вести экскурсии для чиновников, для крупных, либо это какие-то бизнесмены, которые тоже какое-то отношение все равно, ну, все, больше всего денег, видимо, у нас идет через государство, они какое-то к этому имеют отношение. И когда начинаешь какими-то фактами, вот, с бывшей работы, там, какими-то, там, не знаю, там, какими-то делами судебными, еще, сужу, мне так сразу, о, сразу, ну, вот, как у англичан, да, там, что вот сфинксов не украли, да, то есть они сразу так оживают, значит, они, я, то есть, для них сразу перестаю, как бы, ну, они перестают делать вид, что я для них, как бы, вот, говорящая, да, вот этот вот аудиогид, который просто, и да, а тут, как бы, они так, да, откуда вы это знаете, я говорю, да, там, как бы, ерунда. И сразу, ну, все, глазки загорелись, как бы, да, там, потом у меня уже, там, там, грубо говоря, да, раненбаум, мы уже едем, и все, внимательно слушаем про Меньшикова, там, еще про что-то, а всего-то стоило рассказать, там, да, там, какое там судебное дело шло там в каком-то скромном 2008 году всего лишь, вот, в общем, и пока вот наших русских именно на каком-то вот таком вот, не вот подцепишь их внимание на чем-то не имеющего отношения, вот, конкретно, да, к теме того, что ты им ведешь и рассказываешь, вот, после этого они становятся у меня пупсичками, как правило, все довольные, шелковые себя до конца экскурсии, ну, как бы, вроде всем нравится, все потом хвалят в конце, не довольны. Надо вот задать вопрос какой-нибудь, задать один вопрос, а потом ты отвечаешь, отвечаешь. Нет, это святое, конечно, это особенно вот старшее поколение, да, особенно, ну, сейчас мы там поглумились, но это не надо мной, это все вот русскоговорящие вот маститы-экскурсоводы рассказывают, что это всегда вот бывает, там, какой-то вот, особенно если человек, у нас же часто бывают специалисты в каких-то областях, и я вот, например, каждый год приезжает одна фирма здесь, организует обучение для инженеров со всей России, вот они каждый год нанимают меня, как правило в такой, то есть еще, ну, это октябрь-ноябрь плюс-минус, и там половина, там все люди строители, инженеры, и, соответственно, каждый раз, когда вот приходят ворочек на дворцовую площадь и слабейших, да, вот, там, в створе, да, как бы между, главный штаб у тебя, зимний дворец, и начаешь рассказать, и вот там это, это, они так все, ну, там, главный, я вижу, там они уже, говорит, мужик стоит один из группы, я, да, ну, вот если здесь посчитать, смотрят на арку главного штаба, то есть у него какой там, да вот Малиновский, там Пимин, вообще ерунда какая-то, а вот если тут посчитать, то вот тут вот у него угол, можно было и повыше, я так думаю, понятно, то есть человек со своей колокольни, и на них всегда, вот, например, я уже, хоть шестой год, там, да, вот такие экскурсии веду, я точно знаю, что именно Дворцово имеет смысл рассказывать про то, как ставились, как ставились леса, для того, чтобы поставить Александровскую колонну, и вот как только про леса, про подъем, эти там 1500 человек, да, там рабочих, 400 там еще человек, один барабан, значит, там инферам, вот этот вот подъемный механизм, все это описываешь, все, глаз горит, там все они, прям это вот подъемный механизм, я говорю, представьте, там 1834 год, я говорю, там, за рабочие силы две руки, две ноги, лошадь использовать нельзя, там синхронность, там, только пеньковая веревка, войлоком обшивали, там, да, все подъемно, там, я говорю, целая конструкция, там, все, то есть все, глаз, после этого, некоторые люди приезжали, они так приезжают каждый год на это обучение, мужчины говорят, да, я уже всем внукам, я внуков привезу, показывать им Александровскую колонну, с такими, я говорю, я так, я думаю, Господи, слава Богу, моя миссия выполнена, то есть хотя бы, мимо кого-то это не прошло зря, приятно опять же бывает, поэтому, ну, соответственно, кого-то там возишь медиков, да, там, им, естественно, там, показываешь, там, да, там, лезгов, ну, с камерой цветов, да, госпиталь, соответственно, все остальное, естественно, если приезжают чиновники, особенно ты видишь, что, как бы, ну, поскольку я сама, вот, юрист бывшего госслужащия, я свой, свояка, видимо, видит издалека, и поэтому, как бы, особенно люди-офицеров, я, как бы, особенно там в звании выше определенного, их всегда, как бы, сразу видно, как минимум по походке, у нас, как Владимир Владимирович ходит, подергивая одной лапкой, это вот, это канон такой святой, и они всегда на этом, вот, палятся, как бы, практически всегда, если с ними проходишь дольше 10 метров, это видно, и вот их, соответственно, да, как бы, везешь, обязательно думаешь, ну, вот, точно сейчас, как бы, едем мимо лететь, ну, главный штаб, там, им все рассказываешь, там гороховое, там два, да, там все вот это, и святое, конечно, да, там большой дом, они там, потом рассказываешь, как свели себя там сотрудники во время войны, как они во время блока, там, работали на первом этаже, то есть я уже все там к крестам, они у меня уже там вот со слезой на глазах, я думаю, хорошо, молодцы, вижу, кто-то что-то запомнил, ну, то есть тоже приятно бывает, и поэтому ориентируешься больше на вот, кто, кому что интересно, ну, благо у нас, как бы, ну, в Питере под любое можно, соответственно, поднабрать, и поэтому это такие основные, скажем тогда, там точки, на что обращаешь внимание, вот так больше из негатива, может, мне просто везло, пока везет, таких, да, спасибо, котлеточки, да, меня зовут Елизавета, я являюсь английским гидом, который работает с индивидуалами, в основном это бизнес-сегмент, вип-туристы, что могу сказать о них, ну, у них свои особенности, прежде всего, они очень требовательные, иногда не понимая, что они хотят, и самое главное, вот как я считаю, это to break the ice, да, то есть при первом общении нужно понимать, что ты должен захватить внимание собеседника, да, чтобы турист стал своим, у меня была такая ситуация, что был действительно очень образованный человек, там, все боялись его брать, потому что думали, нет-нет-нет, там, пожалуйста, кто-нибудь еще, вот, там был жесткий кастинг, когда вот работаешь с VIP-бизнес-сегментом, часто бывает видеоинтервью, там, ну, как бы, с посредником этого клиента, через Skype, допустим, да, то есть он должен посмотреть, как гид выглядит, да, какой уровень языка, допустим, владения, насколько он ему понравится, по каким-то своим личным характеристикам, вот я, когда села к нему в машину, он уже такой сидел, немножечко напряженный, я говорю, так, сегодня гид будете вы, и все, он расслабился, и сразу у нас пошел контакт, самое главное, хотя на самом деле, он действительно был очень образованным человеком, он знал гораздо больше, чем я, но вот эта непосредственность, да, возможность, как бы, личного такого отношения сыграла свою роль, что касается, вот у меня часто бывает бизнесмена, вот, как сказал предыдущий гид русский, Марина, мы с ней общаемся и дружим, она действительно очень хороший специалист, вот корпоративные клиенты, у них свои фишки, они хотят что-то такое, вот что, сделай нам что-то красивое, мы сейчас не знаем, что хотим, но сделай что-нибудь, понимать, да, но поскольку я сама с творческим образованием, у меня их вообще три, первая консерватория, вот, я профессионально пою своим клиентам, у меня такая фишка, то есть, реально, нет, калинка-малинка, какой-нибудь там, на английском языке, очень любят, то есть, фольклорный, они после этого на фольклорный хотят идти, на самом деле, потому что им уже достаточно, то есть, и потом водитель говорит, сейчас пройдем с шапкой по салону, собственно, вот, то есть, как бы, вот какие-то индивидуальные особенности, корпоративных клиентов, я сразу учитываю, то есть, им очень нравится, когда гид нестандартный, потому что люди, как такого уровня, они очень забалованы, у них все есть, им хочется что-то такого, чтобы это было именно на них, как бы, какая-то индивидуальная особенность, я не знаю, вот, один из моих клиентов, он увлекался коллекционированием вещей, связанных, допустим, с дельфином, вот, у него было кольцо с дельфином, вот, не знаю, вот, я обратила, я случайно обратила внимание, спросила, говорит, окей, мы потом поехали в Пушкин, и я зашла, вот, у нас был магазин, да, сувенирный, смотрю, там янтарные дельфины, говорю, ну, бью двух зайцев, янтарь это Балтика, это Петербург, да, это янтарная комната, это как память о поездке, и плюс, человек коллекционирует дельфинов, но после этого у нас была полная любовь, ну, вот, то есть, когда я бы сказала, как Лиза, это была лучшая, лучшая поездка в моей жизни, потому что, вот, я затронула какую-то, вот, индивидуальную черту, индивидуальную струну его сердца. С чем приходится сталкиваться? С какими? Негативными? Ну, вот, как я сказала, очень большая требовательность, не каждый гид, допустим, сколько я, я вообще работаю с индивидуалом, я группы не люблю, группы, вот, в моем понимании, при всем уважении к моим любимым коллегам, это я себя чувствую радиопередатчиком, вот, честно, то есть, ты собрал, причем я по первому образованию дежур хора, я знаю, что это такое, это собрал, поставил, люди перед тобой встали, и поем, и шесть лет у меня, допустим, попал в профессиональный хор, я это все очень любила делать, но потом я как-то вот решила сменить деятельность, и вот мне вот прикипела моя душа к индивидуалам, они очень требовательные, если это высокий статус, да, они, если гид, он, скажем так, не привык к такому тонкому моменту работы, что нужно каждую деталь, да, соблюсти, у него нервы не выдержат, просто, он скажет, все, да ну, нафиг, извините, я пойду работать с обычными клиентами, бюджетными, которые, вот у них стандартный пакет, я знаю, что они от меня хотят, все, провел и забыл, а когда требуется, вот, прямо вот детально, иногда бывает маршрут, подстраиваешь по походу, то есть, у меня был клиент, тоже очень образованный, очень обеспеченный из США, мы составили программу, то есть, все обсудили, он приехал, говорит, Лиз, я здесь учился 20 лет назад, я хочу поехать туда, где я учился, и по всем местам, то есть, и мы добы, и нужно было подстроиться, ведь они же хотели, чтобы я о каждом месте провела, рассказала, да, то есть, не просто так, это нужно быть очень гибким, вот, когда работаешь с индивидуалом, прежде всего, гибкость мышления, гибкость подачи, вот это больше всего ценится, и это не каждый, как бы, специалист может, поэтому, вот, многие предпочитают работу с группами, я нисколько не умоляю этого, но, вот, моя особенность, я люблю детальность, вот, юристов, кстати, я тоже очень люблю, я, так, сотрудничаю с ними, корпоративные поездки, вот, поэтому, детальность тоже я люблю в работе. Были ли какие-то ситуации, которые ставили тебя в тупик, или, вот, вынос мозга? Ну, вынос мозга я-то люблю, мне сразу мозг так работает, то есть, если мне выносит мозг, как можно сделать так, чтобы клиент уже понял, что он сам сказал какую-то, вот, не ту вещь, и от тебя отстал. Ну, например, мне, вот, всегда очень веселит, когда пишут клиенты, они могут себе позволить, да, что у нас все очень дорого. Вот, я прекрасно знаю ценники у гидов и экскурсионных слуг в Европе, у нас это как минимум три раза дешевле, на самом-то деле, вот, но ты начинаешь писать, что, извините, едете в столицу, ну, одной из европейских столиц, да, то есть, это Москва или Санкт-Петербург, я там, как бы, тоже организовываю туры, там, и там, и там, да, то есть, качество на высоте, да, то есть, ты им объясняешь их же языку, да, что ты предлагаешь очень высококачественный, дорогой продукт, вот, и если это идти от логики, в принципе, люди адекватно, они соглашаются, ну, и может быть, поскольку у меня еще нет такого 20-летнего опыта, я тоже, вот, лет шесть работаю, у меня не было таких туристов, которыми я не могла договориться, то есть, я в любом случае найду контакт, то есть, у меня бывают какие-то шероховатости, которые можно преодолеть в общении, в личном контакте, опять же, потому что я индивидуальный гид. Понятно, а с каким представлением о стране они бывают? Ну, очень много американцев, индивидуалы, они любят провоцировать на политические темы, вот они, это просто, и они будут тебе клевать мозг, чтобы вот показать, насколько ты относишься к взаимоотношениям двух стран, ну, этика и работа гида, то есть, ты должен вот эти темы, религия, да, то есть, политика, ты об этом не говоришь, погода, не знаю, посмотрите, какое красивое здание, культура, искусство, ты же это несешь, да, в массу? А они, а они приехали, очень образованные люди, это, по-моему, это была семья врачей, там, друзья, шесть человек их было, и они начали меня троллить насчет Путина и Трампа, пожалуйста, это вырежите, вот и результате они ходили у меня три дня с футболкой, но это действительно так было, что Путин спасет Америку, но вот они пришли, именно они увидели, а я их завела вот именно в тот сувенирный магазин, который они именно вот это хотели, то есть вот у них как бы такое своеобразное чувство юмора, и они очень любят вот троллить, как бы, но они также и ценят, если ты умеешь на достойном уровне парировать, то есть ты не прогибаешься, и умеешь это все как бы отшутить, и сделать это все легко, тогда они просто тебя обожают, это вообще лучше для них. Вот такой прекрасный выпуск, я думаю, вы теперь совершенно точно представляете, что такое работа гида-переводчика в городе Санкт-Петербурге, я не думаю, что в городе Москве она чем-то принципиально отличается, ну а я по традиции хочу сделать объявление о том, что вас ждет в ближайшее время. В Москве в эту субботу в 13.30 на Тверской площади мы стартуем, и будет экскурсия под названием «Где родился терроризм?», про покушение на Дубасова, про, соответственно, первую прокламацию, «Молодая Россия», которая была написана в несуществующие ныне постройки под названием «Тверская полицейская часть», ну и дальше по столешнику, вот там Гилеровский и все, что с этим связано. В 16.30 Камергерский и Кузнецкий мост, там и Чехов, и МХАТ, и Бабло, и Купцы, и Французы, и в общем-то все на белом свете, и сам этот непосредственно Кузнецкий мост. Мозг. Мост. Это все в субботу в 13.30 и 16.30. В Петербурге воскресенье 1 июля в 19.00 по многочисленным просьбам Путин мутит, да, про Гупницкий Ленинград я вам расскажу, ну и будем гулять по Ковенскому и Баскову или Баскову переулку. 4 июля в Петербурге в среду в 20.00 неизвестный Горький, расскажу про Петроградскую теперь же шпану, в Народном парке, как он тогда назывался, и закончим у зоопарка, тоже поведая совершенно душесчипательную историю про то, как зоопарк жил во время блокады. А через неделю в Москве 7 июля будет сначала экскурсия по Мясницкой, а затем вот как раз с премьером мы будем гулять по Харитоневскому переулку, по переулку Огородная Слобода, выйдем, значит, на улицу Чеплыгина, и там будет все, там будет и Крупская, там будет про тройное самоубийство, прогремевшее в Москве в свое время, там будет про неизвестного Горького, продолжая эту тему, там, если дойдем, будет еще и про Исуповых, про тех, которые вообще... В Петербурге, конечно, у них основная база была, но в Москве тоже там все с этим прекрасно связано, да, и знаменитый опарск Феликс Исупов, как вы знаете, был одним из участников убийства Распутина. На эту примерную экскурсию цена будет в два раза дороже, чем обычно. В Петербурге 8 числа в 19.00 мы гуляем по Невскому и выходим на площадь искусств, и расскажу там про прекрасного французского полководца, которого не могли похоронить во Франции, потому что он, сволочь такая, воевал за нас. Естественно, Елена Павловна с русским музеем, и, в общем-то, все байки, связанные с этим участком Невского проспекта. А в среду 11.00 в 20.00 тоже примеры в Питере. Расскажу про один из главных адресов, связанных с Верой Фигнер, «Народная воля». Дальше про знаменитый экс-фонарном ограбление в фонарном переулке, ну и, конечно же, «Дом старухи-проценщицы» будет прям-таки эксклюзив. Если будет не толпа людей, то я вас заведу, прям покажу квартиру, реальную квартиру, которая там есть, прикупил просто недавно. Она без ремонта, вот прям в первозданном состоянии. То есть это все, соответственно, в нашей промежуточной на неделе экскурсии. Все ссылки на встречу есть в описании под этим выпуском. Увидимся в следующий раз. Оставляйте комментарии там же. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok